Добрый день. Продолжаем наш разговор. В прошлый раз мы говорили о том, как начала в XVIII веке складываться в России интеллигенция. И останавливались на том, как из народа, из податного сословия, из крепостных крестьян и из мещанства возникала культурная просвойка. Люди искусства, люди книги и люди мысли. Но, конечно, не только из народа рекрутировалась интеллигенция. В XVIII и в первую половину XIX века значительная часть людей умственного труда, людей пера, людей кисти, вот кисти меньше, пера главным образом, мыслителей, происходило из дворянства. И здесь надо сказать несколько слов о роли дворянства. Мы привыкли, как только мы встречаем какие-то привилегированные сословия, сейчас же говорить плохие слова и говорить о том, что они только угнетали, эксплуатировали, жили за счет народа, сами не работали. Ну, конечно, социальные конфликты, особенно в XVIII веке, были острыми. И, как вы помните, XVIII век был веком революции, от американского континента до Урала. Так что говорить об идиллиях социальных не приходится. Но значительная часть интеллектуальной работы человечества и в Европе, и в России приходится на долю привилегированных сословий. От этого никуда не уйти, и отрицать этого факта не следует. Более того, мы увидим, что именно это наложит отпечаток на определенные черты того, что мы назвали интеллектуальностью. Важная черта будет такая, черта стыда. Когда мы говорим об интеллигентности и что ей противостоит, то нельзя пропустить психологически. И такого интеллигентность подразумевает развитое чувство стыда. А отсутствие интеллигенции – развитое столь же чувство бесстыдства. А что такое стыд? Давайте подумаем. Что такое психологический стыд? Стыд – это некое чувство, которое связано с этическими запретами. Человек в силу своих физических возможностей что-то может сделать. Например, он может побить ребенка. Он сильнее. Крепкий мужчина может ударить женщину. Человек может пустить сплетню. Язык у него вращается для этого. Но он этого не делает. Почему? Потому что ему стыдно. А что ж такое стыдно? Я не хожу по потолку. И это мне не стыдно. Потому что я этого не могу сделать. А вот когда я что-то могу сделать и не совершаю этого, хотя это мне выгодно, хотя это, может быть, мне принесет удовольствие, но возникает такой запрет. Социальный, культурный. Я не делаю, потому что стыдно. Для тех людей, которые принадлежат к интеллигентной психологии, регулирующим свойством является стыд. А для людей бесстыдных регулирующим свойством является страх. Я не делаю, потому что я боюсь. Вот я бы ударил ребенка, но боюсь, что тут вот милиционер стоит рядом. Или боюсь, что кто-то другой меня ударит еще больнее. Стыд – это чувство свободного человека. А страх – это чувство раба. И то, и другое принадлежит к этическим чувствам, к запретам. Но страх – это принудительный запрет, внешний. А стыд – это добровольный запрет. И когда люди привилегированных классов поднимаются до уровня высокой интеллигентности и понимают, что они ведут жизнь не такую, какая удовлетворяла бы их умственному и нравственному уровню, им делается стыдно. И их существование направляется чувством вины. Вины перед теми, кто их кормит. Вины перед историей, перед страной, перед самим собой. И, между прочим, вот это развитое чувство стыда – это черта именно дворянской интеллигенции. И она принадлежала к лучшим психологическим чертам, которые были созданы их культурой. Очень часто человек, выходящий из однорода, был пронизан требовательностью. Мне не дали я добьюсь. Я вырву, я получу на моем пути преграды. А интеллигентный, высококультурный человек из дворянской среды задумывался, причем очень рано, очень часто с детства, это несправедливо. Я пользуюсь тем, на что не имею права, мне стыдно. И чувство стыда регулировало очень многое, как мы увидим. Оно определяло и храбрость людей. То, что люди могли идти на смерть. И, в частности, и воинскую храбрость. Напомню вам сцену из «Войны и мира». В Бородинское сражение, полк князя Андрея Балконского стоит в запасе, а запас тогда это в пределах артиллерийского огня, все время падают бомбы и убивают то того, то другого. Солдаты лежат на земле, офицеры все стоят, потому что стыдно. Офицеру, дворянину, лечь на землю под огнем стыдно. И между князем Андреем и молодым офицером падает бомба. Бомба тогда это такой чугунный шар, начиненный взрывчаткой, порохом, в общем. И вставлен фитиль, который загорался при выстреле. Поэтому ночью летело как сигара, как окурк. А когда падает ядро, оно вертится у Пушкина. Шары чугунные повсюду, между ними падают, шипят, вертятся, шипят, прах роют. И вот падает эта бомба, и несколько секунд, может быть, полминуты, может быть, минуты, между тем, как она упала и разорвется, есть время. Можно лечь и спасти жизнь. И офицер присел, он не лег, он присел. И князь Андрей говорит ему, стыдно, господин офицер. И в эту минуту он получает осколок в живот. Стыдно. Смерть не так страшна, как стыд. Часки, говорю, но нынче смех страшит и держит стыд в устье. Мы увидим, что это большое и важное психологическое свойство, которое потом было передано уже и не дворянской интеллигенции, и вообще стало чертой интеллигентности. Развитое чувство самокритики, развитое чувство своего долга, необходимости за этот долг платить, погасить этот долг. Это приводило потом и к негативным чертам. Между прочим, отчасти поэтому интеллигенция так легко, может быть, приняла уничтожение, не легко, но все-таки приняла уничтожение ее в сталинские годы. Для многих это казалось возмездием за годы крепостного права, возмездием за вину дедов. Неслучайно Александр Блок свою неоконченную поэму, которую он думал сделать большим произведением, но по весу равным Евгению Онегину, назвал «Возмездие». Это была поэма о его роде, как о русском дворянском роде. Итак, мы сейчас будем говорить о том, что же происходило с дворянством, с его мыслящей и имеющей высокий нравственный уровень частью в вторую половину XVIII века. Происходили очень интересные вещи. Если люди типа Ломоносова видели свое призвание в том, чтобы помогать правительству идти по прогрессивному пути и воспевать дела правительственные, правда, с элементом учительства, с тем, чтобы не так хвалить то, что правительство делает, как то, что оно должно было бы делать, но все-таки считали себя сотрудниками правительства и шли с ним вместе, то первая из черта, с которой мы можем говорить о существовании дворянской интеллигенции, была независимость от правительства. Было стремление занять в жизни, в культуре, в истории народа независимую позицию. Ну, сейчас давайте подумаем, а почему это было нужно? Здесь много причин, и придется сказать несколько слов о нелегком, а иногда и трагическом положении правительства в XVIII веке. Мы тоже привыкли, раз уж правительство, значит, вот Екатерина II, так она только, значит, все плохое. Про нее говорить. А уж, которые и до нее, и после нее, это уж просто сплошные уроды. Конечно, ко всякому государственному деятелю, а тем более государственному деятелю, неограниченному законами, бесконтрольному, находящемуся в стране с деспотической структурой, можно предъявить очень много упреков. И, конечно, здесь будет и вина, и преступление, но не только вина, и не только преступление. В частности, все, по сути дела, все русские правительства понимали необходимость реформ. Когда Петр умер, он оставил дело недовершенным. Дальше вся европейская жизнь быстро развивалась, и, естественно, что страна не стояла на месте. И думать, что правительство, например, Екатерины II, или Александра I, или даже Николая I, только и думали о том, чтобы угнетать, эксплуатировать, и все прочее, это очень упрощает дело. Например, вопрос крепостного права занимал и Екатерину, и Александра, и Николая I. И все они знали, что надо решить этот вопрос. И все они хотели провести реформу. И большие реформы. И вот фатально получалось, что ничего не выходит. Вот так бегло посмотрим, что в общем составляет после смерти Петра такой лейтмотив правительственной деятельности. Петр умер в тяжелую для него минуту. Пока страна была в тяжелом положении, шла северная война, у него все получалось. страна пережила тяжелый военный кризис и вышла из него с победой. Между прочим, в скобках скажу, недавно в Швеции вышла очень-очень интересная книга о Полтавском сражении, где автор доказывает, что это сражение имело богодительные последствия не только для России, еще больше для Швеции. С Полтавским поражением, пишет он, кончился шведский империализм. И от этого шведский народ исключительно выиграл. Швеция перестала претендовать на чужие территории, на территории по южную сторону Балтийского моря, решительно сократила свою армию, вступила в период длительного мирного существования, которое продолжается и сейчас. И это оказалось самое богодительное воздействие и на шведское крестьянство, и на шведскую промышленность. Вот такая деимпериализация в истории играет очень часто тоже положительную роль. Расширение территории очень часто бывает мнимой победой, которая влечет за собой перенапряжение экономики. Но так или иначе, при жизни Петра ему удавалось вести сложную государственно-организационную работу. Но к 21-му году, уже к 20-му, что-то произошло. Вдруг запахло гнилью. Вот знаете, как Гамлет говорил, что что-то подгнило в датском государстве. Вчерашние сотрудники вдруг пустились в воровство. Открытый грабеж. И одно за другим дело срывается. Законы повисают в воздухе, не выполняются. Петр умирал с тяжелым чувством. И он ясно видел, что среди его преемников одни мерзавцы. И Меньшиков, и Ягужинский, и Долгорутие, и Феофан Прокопович, и даже любимая жена Екатерина Алексеевна. Все казнокрады, мерзавцы, эгоисты. И он так и не решил, кому же передать власть. И его последние слова «Отдайте все», он так и не сказал «Кому все? Все отдайте». Видимо, отдать было некому. А в дальнейшем правительственная деятельность развертывалась очень любопытно. Каждый новый царь начинал с того, чтобы обвинять во всех бедах предшествующего царя. Причем это делалось такой неслыханной откровенностью. Когда Елизавета взошла на престол, она манифестом опубликовала, что с огорчением видит, что наследие великого отца Петра все испорчено. И Елизавета была женщина легкомысленная, ей казалось, что все сейчас она быстренько исправит. и она приказала очень просто восстановить Петровские законы, вернуться к тому, как было при Петре. Закона была масса, их начали разбирать, разбирали, разбирали, никак разобрать не могли, пока наконец один из очень близких к Елизавете, людей, брат фаворита Шувалов не заявил, что это пустое дело, что новую реформу надо провести. Реформу задумали, так и не провели, ничего не получилось. Елизавета умерла, потом очень коротко от царства Петр Третьи, 6 июня 62-го года его убили. И уже 7 июня Екатерина Вторая, его жена, я не уверен, что она была организаторшей убийства. Я даже допускаю, что Алексей Орлов по пьянке ударил Петра Третьего табакеркой по голове, так что ему разнес голову. А может быть, это и было инсценировано, но этой тайны мы не узнаем, да в конце концов это нас не так уж интересует. Но ясно, что на другой день в Петербурге с барабанным боем под полосатыми столбами объявлялся указ, где предшествующий император винился во всех грехах. Он ввел страну в ненужную войну. Он ввел разорительную политику. Он разрушил государственную структуру и даже покушался на православную веру. Все это были, конечно, запоздалые выдумки. Но и точно так же и Павел, который начал свое царствование с обвинений Екатерине Второй, своей матери, и во всех грехах виня ее, а затем правительство Александра начало с того, чтобы как бы вычеркнуть, будто бы Павла и не было. И в манифесте Александр обещал править по сердцу и заветам бабки нашей Екатерины Второй, будто бы он наследовал бабки, а наследовал он отцу. При жизни Александра не было ни одной в панихиды по Павлу. Первую панихиду отслужили в 26-м году, то есть через 25 лет после убийства Павла. Уже при Николае. А Николай чрезвычайно сдержанно относился к царству Александра, считал его ошибочным, не любил не только либералов, но и Аракчеева ненавидел. Считал, что если бы не Александр, то не было бы для Николая самого страшного переживания в жизни 14 декабря 25-го года и так далее. А нужно сказать, что как только Николай перестал дышать, то и неудачную Севастопольскую войну, и нерешенность крепостной проблемы, и нерешенную польскую проблему все свалили на него. Почему это делалось? Это за этим стояло признание того, что государственный порядок в России плох. И каждый из новых царей с чрезвычайной откровенностью об этом говорил. Александр I говорил о безобразном здании империи. И отсюда вытекало сразу же обещание реформ. В 1967 году Екатерина созвала комиссию по выработке нового уважения. Парламент как бы выборные депутаты от всех городов и от отдельных народов населявших Россию и от сословий. Настоящий русский парламент. И указ был написан, наказ Екатерина. очень либеральный так она сама говорила, что она обворовала философов европейских. Павел начал свое царство не с реформ. Он провел очень смелую вещь. Он провел закон о трехдневной барщине. То есть он первый попытался ограничить крепостное право. Крестьяне только три дня могут работать на помещика. Три дня на помещика, три дня на себя воскресенье для Бога. Оказалось, что начинаются реформы. Александр первый начал, только он взошел на прием престола. Он собрал своих личных друзей молодых. Все это были либералы. Астроганов даже участвовал во взятии Бастилии. И воспитателем его был якобинец Ром. И сами они, царь его приближенный называли этот комитет между собой, играя комитетом общественного спасения, а так называлось в правительстве якобинцев. И ничего не вышло. Опять гора родила мышь. Опять задуманные большие реформы, и все ушло в песок. Через некоторое время реформы с участием Спиранского. Огромная канцелярская работа. Пишутся проекты, переписываются прекрасные проекты. Все уходит в песок. Даже Николай I, который был окружен уже безликими людьми, молчальниками, молчалинами в государственном совете, в сенате, когда он поднял вопрос о крепостном праве, а он поднял этот вопрос, он тоже понимал, что это пороховой погреб. Это был уникальный случай. Эти старые мешки члены государственного совета забаллотировали мнение царя. Как будто бы Россия чуть ли не парламентское государство. Так что же происходило? Почему же такие благие намерения и в общем в руках таких полновластных людей? И в общем надо понимать, что все они ощущали, особенно после французской революции, это уж ни для кого не был секрет, что играть с огнем нельзя. И Екатерина в свое время, когда еще Людовик XVI был жив, иронизировала над его неуклюжестью. Она говорила, что она бы вместо того, что делает французский король, пригласила бы Лафаэта, вела бы его в правительство и сделала бы моим сторонником, говорила она. Пушкин позже огорошил великого князя Михаила на балу, сказав все романовые революционеры, нельзя сказать, чтобы цари не понимали на какой пороховой бочке сидят они и не осознавали бы необходимости реформ. А почему не получалось? А потому, что первым условием, с которого начинались все реформы, было сохранение сильной царской власти. Ход мысли строился, это не глупая мысль. Ход мысли строился приблизительно так. Отменить крепостное право в России это сразу вызовет оппозицию справа, помещичу. А оппозиция справа вечно бессильная. В России царей убивали. Рылеев позже сочинял песенку с Бестужевым ты скажи говори как в России цари правят, ты скажи поскорее как в России цари давят. А французская писательница мадам де Сталь сказала, что политический строй России это деспотизм ограниченный петлей. Потому, что когда деспотизм переходит свои границы, то можно и удавить. Вот. Для того, чтобы сопротивляться этой угрозе, надо сохранить сильную самодержавную власть. То есть усилить бюрократию. Усиление бюрократии приводит к окостенению правительственной воли. Окостенение правительственной воли сопровождается тем, что общество общество, которому было обещано и которому разрешено говорить, которое находится в обстановке гораздо более либеральной, чем прежде, и не видит дел, общество начинает выражать недовольство. Для того, чтобы это недовольство подавить, надо усилить деспотический нажим на общество. все возвращается на круге своя. Дело в том, что правительство пыталось занять позицию невозможно промежуточную. Не опираться на те реальные народные общественные силы, которые были заинтересованы в реформе, и вместе с тем опираясь на бюрократию провести реформу. Это в принципе невозможно. И невозможность этого стала ясна уже в связи с провалом комиссии Екатерины. Как только депутаты начали говорить о насущных вопросах, Екатерина испугалась. Она была готова к либерализму на бумаге, но либерализма подлинного она не могла вынести. Есть такая сказка о принцессе, которая была кошкой, но волшебница превратила ее в красавицу принцессу. Но у принцессы была одна особенность. Она не могла видеть спокойно мышь. Она на нее бросалась. Вот это судьба правительства реформаторского в России 18-19 века. Как бы либеральная, но настоящую демократию не может видеть. Вот тут в ней в принцессе просыпается кошка. И тут она уже не только умом, но всем инстинктом кожей чувствует, что это ей не к двору. И когда стало ясно, что правительственная реформаторская деятельность подвержена политической импотенции, что она играет положительную роль, поскольку позволяет ставить вопросы. Напомню вам, что Радищев в революционной книге в путешествии из Петербурга в Москву очень ловко использовал цитаты из наказа Екатерины и доказывал, что он верный сторонник наказа. А наказ, который был переведен на все языки Европы, в России потихоньку начали изымать, запрещать, не объявляя. Точно так же и декабристы на суде очень часто избирали такую тактику, доказывать, что они шли по пути проложенному либеральным императорам. Кстати, и сам Александр однажды обмолвился своему генералу адъютанту Васильчикову не мне их наказывать. Но как только надо было перейти от слов к делу, к любой деятельности, так тут и требовалась самостоятельность. И самостоятельность это, которая далеко не всегда означала антиправительственных рейсдейстей. Вот мы увидим на следующей лекции, что тут будет происходить интересная путаница. Общество стремится к самодеятельности, например, к помощи крестьянам, филантропической помощи или же к распространению знаний. А правительство в этом видит антиправительственную деятельность, поскольку оно привыкло считать, что вся деятельность его монополия. антиправительственная вот мышление революционное, сознательно противопоставленное правительству, это только один край, одно криво и совсем необязательное криво вот того широкого движения, которое связано было с потребностью независимости. Ну, приведу один пример. Вы, если посмотрите статистику изданий в первой половине 18 века, ну, особенно при Петре, ну, и вообще до 50-х годов, вы увидите, что правительственные издания составляют основную массу. И среди них основная масса указы, распоряжения, официальная газета или же такие книги, которые санкционированы официально правительством. Ну, приклад, якобы пишут комплименты или же в юности честной зерцала. А к 90-му году основная продукция, во-первых, выпускается частными типографиями, а во-вторых, это романы. Романы, в которых никакой политики. Любовь, нежные чувства, приключения ужасные, но это знак независимости, автономии, складывания некой самостоятельной жизни. А это чувство независимости требовало и определенного психологического склада, гордости, уважения к себе, сознания того, что унизится для человека, может быть, хуже, пострадать. Как сказал Пущин Николаеву Первому, когда тот во время первого допроса, когда тот спросил, как же он втянулся в заговор, Пущин сказал, нас бы назвали подлецами, если бы мы этого не сделали. Вот чувство стыда долго перед народом и своей гордости составляют вот тот комплекс, который тогда называли чувствами благородного человека. А мы сейчас называем интеллигентностью. Примером и вместе с тем таким свидетельством именно формирования независимого поведения, независимой психики и независимой деятельности явилась деятельность Николая Ивановича Новикова. Новиков навлек на себя гнев Екатерины и в 92-м году был на длительный срок посажен в Шестельбургскую крепость. За что? Новиков не был революционером. Это был человек религиозный, даже мистический, человек, который даже не был врагом крепостного права. Он был человеком гуманным, филантропом и практическим деятелем. он посвятил себя независимой деятельности на благо общества. Он был издателем, который организовал частную, исключительно широко поставленную, как мы теперь стали, на основе частной инициативы, книжную торговлю. печатанья, прекрасный организатор, он привлекал переводчиков, студентов, печатал книги сначала в одной арендованной у правительства, а потом еще в двух типографиях, организовал продажу книг в провинции, все в руках спорилось у него. ничего отрицательного, антиправительственного в его деятельности не было. Это была деятельность по организации просвещения. В конце 80-х годов в России последовали один за другим голодные годы. Неурожай. Неурожаи не были результатом климатических неблагоприятностей. они были свидетельством социально-экономического кризиса. Правительство растерялось. Крестьяне голодали и не получали помощи. Новиков человек малого чина, отставной поручик, в чем его упрекала потом Екатерина, что он плохой патриот, потому что не служит в армии. частное лицо добыл. Он был прекрасный оратор, агитатор, одолжил у разбогатевшего, просто тот и дал ему, подарил, как бы, разбогатевшего сибирского заводчика очень большую сумму денег, купил зерно и раздал крестьянам. Без единой расписки. Но с одним условием. На будущий год они вернут. А кто не сможет вернуть, будет строить амбары из дуба. Появились вокруг Москвы крепкие сараи, насыпанные, сухие, хорошо сделанные, насыпанные зерном. Это зерно на будущий год отдавалось опять крестьянам в бесплатную суду. Он организовал то, что не могло сделать правительство. Накормил целые губернии и организовал крестьянские кооперативы по взаимному обеспечению на основе совести и взаимных обязательств. Это показалось опасным. отставной поручик, который снабжает Россию книгами, который в Москве открыл бесплатную аптеку, который кормит крестьян в организатор, у которого в руках спорится то, что чиновники никак не могут сделать. Конечно, эта деятельность сразу же бросала свет на бессилие бюрократии, но в замыслах Новикова не было этого. И не было стремления унизить правительство или возбудить недовольство. Он хотел помочь народу. Но этого оказалось достаточно. Он был арестован, без суда брошен в Петропавловскую крепость, извините, Шестербургскую крепость, и должен был бы сидеть очень долго, но тут ему повезло, через четыре года Екатерина скончалась. А Павел начал с вот этот, которого мы знаем таким кровожадным, нетерпимым, он начал с амнистии. Он выпустил Новикова, вернул Радищева, а арестованного в Петербурге вождя польского восстания, великого патриота, тогда уже Костюшко, он посетил в тюрьме и лично вернул ему шпагу. Новиков вышел из тюрьмы, но дело не в этом, а дело в том, что с одной стороны мы здесь сталкиваемся с общественной инициативой, со стремлением общественных сил к самоуправлению. И не случайно племянник Новикова был автором первой республиканской конституции среди декабристов и был тем, кто принял в общество Пестеля. Ему тоже повезло особым везением, которое Новик, простите, Некрасов называл русским везением. Он умер до восстания и поэтому не попал ни на каторгу, ни в крепость. Но между идеей независимости, идеей самодостаточности общественной инициативы и последующим развитием освободительного движения, конечно, связь была. Но нас сейчас интересует формирование такой важной черты интеллигенции, как общественность, стремление к самостоятельности, самостоятельности мыслей, чувств и деятельности. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok